Друзья, доброе утро. Наша стройка, а точнее отделка помещения продолжается. Сегодня у нас 5 мая 2020 года. И в ручное время делать декоративную штукатурочку. Я уже начал делать декоративную штукатурку с утра. Стеночку одну я уже сделал. Давайте расскажу немножко, каким инструментом я работаю. Это стандартный традиционный инструмент. У каждого мастера-отделочника он есть. Но вот я работаю металлической кельвой, не большой. Я не люблю вот эти 40 сантиметровые. Я не люблю работать с шпателем, наносить декоративку. Вот этим очень удобно. Это лично для меня, потому что кто-то работает и 50 сантиметровыми 40. Далее, вот такой шикарный мастерочек. Я их, кстати, видел только в Хорватии, в России, в Украине таких мастерков не видел. Вот. Далее, шпатель. Обязательно. У меня десяточка шпатель. Это незаменимая вещь. И пластиковый. Пластиковая кельма для того, чтобы уже впоследствии делать затирочки. То есть, непосредственно рисунок. Значит, я делаю декоративочку рукавыми вращениями. Ну, так пожелал хозяин, так ребята захотели. Ну, и мне, честно говоря, вот именно такой рисунок больше всего нравится. Как-то дождик немножко грубоватый. Ну, это мое личное мнение. Опять же, ребята, смотрите. Вот данное видео, сегодня, которое мы снимаем, оно ни в коем случае не является обучающим. Делайте так, делайте так. Потому что я не могу давать советы людям, которые, ну, вот занимаются профессионально, да, непосредственно декоративкой. Я занимаюсь декоративкой поскольку-поскольку. Вообще, по профессии, я каменщик. Я заканчивал в далеком Советском Союзе. По пилу, так называемой, я очень много работал каменщиком. Причем, работал каменщиком, начиная еще с Украины. И, знаете, работал с кирпичом. Помните, да, сейчас уже таким не строят. Вот обычно белый силикатный кирпич, красный кирпич. Я занимался тогда каменщиком. Вот сегодняшние каменщики, знаете, полублоки, ложек, я каменщик. Я говорю, ребят, мы ложили такие кладки, такие дома, струли, 9-этажки, липецкая кладка, с первого этажа, по 9-й этаж, в один шов. В общем, вот это каменщики были. И мои вчителя, кстати, хочу в этом видео-ролике вспомнить своего мастера-наставника в моем родном городе, БТУ-34, город Купенск, Харьковской области, Мирбулова Светлана Ивановна, Царство Вам Небесное. Помню вас всегда, какие вы прекрасные уроки нам давали, как вы нас учили. Так, ну, отвлеклись, продолжаем. Так, далее, значит, чем я работаю? Значит, ребята, клау 2 мм. Ой, я здесь тихо. Клау 2 мм. В общем, классная, честно скажу вам, классная штукатурочка. Я ее первый раз работал, в основном я работал акриловыми фасадными штукатурками. Ну, там, конечно, проблематично не в том, что очень быстро осунуть, нужно очень быстро работать. С этой штукатуркой особо торопиться не надо. Были что в помещении на данный момент, ну, не так жарко. В общем, такая температура стоит, даже немножко как сыровато. Это очень хорошо. Значит, ну, давайте, как мы это делаем? Обычно я ведем, если править что-то огонь, то... Можно чуть-чуть добавить или что-то огурочки еще, чтобы побольше, потому что я сейчас хочу вот эту стену сделать. Самое главное, чтобы декоративка, не прерывать ее. То есть, если вы начинаете делать, то делайте вот стеночки до стеночки. Ну, главное, что можно там скотч-лентный прервать строительным скотчем, да? Ну, у меня объемы небольшие. Конечно, если у вас огромная стена, там, 15 метров, то наверняка ее придется приживать. Но у меня-то стена всего лишь 3,40, поэтому мне ее нет смысла прерывать. Я потихонечку буду ее делать. И я покажу, как я, не прерывая, делаю все возможное для того, чтобы штукатурка не успевала высыхать. Достыть еще не больше. Ну, вот, который я сейчас заколочу, что тепло я сейчас сделаю. Да, я забыл сказать, что перед тем, как мы носим штукатурку на эти стены, значит, все стены были прогрунтованы вот таким, значит, смотрите, путь с грунтом. Путь с грунт, шикарный, кстати, грунт, два раза мы прогрунтовали стены, мертво стоили. Я пытался после того, как прогрунтовал стены шпатильком где-то почистить, и терочка бесполезна. Друзья, очень важный момент. Работая с штукатуркой королек, она на основе белого цемента не извести. Поэтому, друзья мои, обязательно перчатки. Это мой горький опыт. У меня разъело руки, пальцы поразъедало после вчерашней работы. И вот сегодня я надел перчатки резиновые, дабы избежать вот этих неприятных моментов. Так, еще разочек перемешиваем. В разная сторона. Так, все, материал готов. Материал готов. И наносим. Кельмак. В шпатель. И наносим. Ребят, все очень просто. Наложили. Протянули. Не спешите делать очень тонкий слой. Наложите так, знаете. Кипит потолще. Не спешите срезать. Так, как я говорю. Почему? Потому что, ну вот мы сейчас половинку наложим, как метра-полтора, может быть, да? Потолще. А потом потихонечку начнем это дело спешить. Чтобы именно вот эта штука, наш краед, не успевал. Выстыхает. Проложили. Протянули. Ведерко. Ведерко сбросили. Перемешали. И погнали дальше. Опять. Ведерко. Отлично. Ведерко. И вот вы смотрите на стеночку. Да, вот понедленно видно, как уж им тянется. Значит, все отлично. Если где-то такие гладкие поверхности, значит, надо еще раз протянуть. То есть, кормушков нет, молочко остается. И тогда при затирке будет очень-очень некрасиво. Островки будут получаться. Затянули. То есть, я работаю, уже даже, знаете как, чувствую, когда тянется, когда уже не тянется камушек. Не тянется в ведро, тянется еще раз можно. Вот. Еще можно раз дочек. Вот он тянется, без деканушек идет. Вот он нужно относить. Вот такие места. Потихонечку, потихонечку, шпателем все это делаем. Не спешите срезать. Там, убирать сразу. Ну, я так делаю. Опять же, я так делаю. Почему? Потому что она более медленно согнет. И вам не нужно, ну, прям, лечить, так знаете. Торопиться быстрее и быстрее. Вот если, конечно, вы работаете с акрилом, да. Там нужно делать все это быстро. И причем с акрилом лучше работать вдвоем. Одному человеку тяжеловато будет. Вот смотрите, везде камушек тянется. Везде. Я как раз не сбрасываю. Сдрозьку перемешал, пошел дальше. Так, вот, надеюсь, он не перестанет. Внизу она еще сырая, с ней еще, в принципе, все, смотрите, тянется прекрасно. Покажи, вот когда протягиваешь, вот вся структура камня, в каждом сантиметре вот этот камушек. Вот это самое главное. И вот вы начинаете протягиваться. Протянули ведерко. То есть вы сейчас... Что можете видеть? Я, в принципе, уже готовый слой под... Одна дирочку. Ведерко. Уголочки. Все отлично. И здесь в уголочке. Все. Везде. Везде камушек присутствует. Я не сразу здесь кусочек оставляю здесь. Потолще слой, чтобы потом, когда я буду дальше продолжать, его сниму. Сразу снимать с краю не надо, чтобы в момент разрыва, он не быстро сохнет. Вот, смотрите. Тут еще. Не сохнуть и сохнуть. А то люди прям спешат. Конечно, если вы работаете на улицу, в жарную погоду, то можно это побыстрее делать. Но мы работали с акрилом. Гараж высотой 4 метра был. Там, да. Там нужно было делать очень быстро. И мы работали вчетвером. Один в ногу. Один на лесах. И также затисчили. Один затирает. Внизу, другой вернул. Вот так, стена 36 квадратных метров, 9 длины. То есть мы быстренько его делали. Вот смотрите, обратите внимание, насколько вы подойди, пожалуйста. Сними здесь. Вот смотрите, здесь толщина слоя, да. Вот, я оставляю эту толщину слоя для того, чтобы она не быстро высыхала. Эта штукатунка. То есть этот караэт. Что позволит мне сейчас спокойно, не спешат. Сделать затир от того, где я снял. Сейчас я сейчас и снимаю. Немножечко здесь. Отлично. Просто отлично. Все. Все, бедро. Отложили. Теперь берем пластиковую кельню. И делаем фактуру. Все, почистите. Все, кельночка, пластиковую кельню. И потихонечку не давим снизу. И даем фактуру. Все, кельночка, пластиковую кельню. Прочищаем. Прочищаем. Сыроватый еще, не спешим. Смотрите на фактурную эту штукатурочку. Нравится вам, значит все вы делаете правильно. Не нравится, значит, ну извините, может быть манер, кондер, извините, может быть рисунок. Мне лично нравится, я вижу хорошие результаты. Отлично, там уже не везде прорисовался, все отлично. Все толстенько. Все отлично. Так, проходим и снимаем. Все отлично. Соединяйте и начинать затирку делать. Вот смотрите, везде структура камушка. Знаете, что вот видно же, да? Что вот все хорошо. Прям тяночный, везде камушек. То есть молочка нигде не остается. Вот это самое главное. Все, теперь смотрите. Вот эту штучку, вот кусочек, который я сказал. Я его сейчас смотрю. Здесь даже еще сырой. Вообще здесь на самом деле будет полностью купонный гарнитур. Вот. Но в любом случае делать надо красиво, чтобы потом не было стыдно за свою работу. Потому что пока здесь будет купонный гарнитур, хозяйник увидит, что есть где-то вот. Оп. И залезим. Так, вот пиватор может перепурить. Точнее, перепочисткой пекалищей. Но я доделаю, потому что, конечно, результат. Спасибо. Ну вот, друзья. Стеночка готова. Ну вот, друзья. Стеночка готова. Оцените качество моей работы. На мой взгляд, получилось очень хорошо. Вот. Поэтому, друзья, творите, не бойтесь, делайте ничего сложного. Берегите себя в этот нелегкий период еще немножечко, друзья. Еще неделячка. И в Хорватии все будет хорошо. Я передаю огромный привет всем братьям. Россиянам, украинцам, белорусам, которые застряли в Хорватии. Всем. Даже не только россиянам, украинцам, белорусам, а всем бывшего Советского Союза. Да? Бывшего Советского Союза. Потому что у меня здесь есть ребята из Таджикистана, из Убилистана, из Казахстана работают. Мои знакомые по старой работе. Поэтому, друзья, берегите себя. Все будет хорошо в этой жизни у нас с вами. Если мое видео для кого-то было полезное, пожалуйста, поставьте пальчик вверх, нажмите колокольчик, подпишитесь на канал. До новых встреч. Всего хорошего.